В предыдущих эпизодах Распрощались с работами, купили камеры, надели наши рюкзаки И отправились в наше первое двухнедельное путешествие по Польше до границы с Украиной Из Плазнини в Гденю мы поехали на поезде Проснулись у первого нашего хостела А вы здесь просто стоите и думаете, да? Приходите? Думаю Все потом начинается с цивилизации Насколько я, крайне холодно Приехали в лодь Огни, огни, огни Герб города вросло Ну мы тракова Возьми взоруемся на чем-то, что не есть такого варто Не могли снять, как Роджер и Максимилиан купались? О, не, а сколько раз на зиму? Раз на тюрьму Какое-то такое Сколько ступней на улице? Не знаю, наверное на пусе Два-два-три, старые Ну вы можете себе представить О, начали мы как-то... Два-три лета Два-три лета Она и все сподобала Просто чувствуешь свой организм Очень хорошо Вот очевидцы Этого действия Максимилиан Жимно Сейчас вообще не холодно, только в ноги холодно С минуты где-то продержался В какой-то момент вообще вот, ну, начинает быть очень горячо И потом выходишь и даже, ну, не чувствуешь никакого холода Но все-таки руки и ноги и мерзнут Так что хорошо сразу зайти в машину, да Да, да, в воде есть гарант Так Третий раз в жизни Купаюсь в проруби И один из них в проруби, это замечательно Еще сейчас приедет К Максимилиану парень из Украины И тоже упаковываешь серфинг Сейчас с ним познакомимся Мы снова, Максимилиан дома Привет 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 Макс Вадим По-польски Хорошо Препрошу, что так поздно Повинно Повинно? Повинно? Повинно, он... Препрошу, что так поздно А, почему поздно приехал? Он говорит, что... Прошу прощения, что так поздно приехал А ты хочешь купить? Что хочешь? Убранье? Ну, какие-то там... Не знаю, по какой-то зарядке просто А посмотрите какие-то разные женщины там Ага Глубные убранье Ну, убранье Какая-то фраза... Глубные убранье Я сразу... Глубные Я думаю... Не, он не... Он не говорил... Глубные, а главные Глубные Ага... Не главные А вообще... А он... Мовище по-украински Йолки-пауки Йолки-пауки Что это значит? Курва, мать coś такого, но... Серьезно? Лайтовое 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 Ну, курва, это представка бля, да? Ну... Типа, курва то бля, да Ааа... Блядь, да Мовите... Блин, нам есть блядь Блядь Блин и блядь тоже Блядь то есть курва Блин это есть налечник, так? Так, 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 так Да Але мы говорим блінно Налечник Он не такой налечник Вадим еще хорошо чувствует в Кракове Да, это не нам Ты можешь говорить Ха-ха-ха Бедешь звездную в Инстаграму А, так, шо? А, я просто так вот запитаю Як я почуваю себя в Кракове? Да Максимилиан, як я почуваю себя в Кракове? Вадим еще хорошо чувствует в Кракове? А шо? Наш последний день в Кракове Перед стопом в Львов Мы пришел здесь, и сейчас будем служить пластинку. The doors. They were doing a great job. You knew that I would be alive. You knew that it would be a truth. You knew that I would be alive. Hello. Roger? We have the first time to sing from you. Мы? Мы тут два года вообще хотим уехать, сына уже наконец. Я тоже хочу уехать, я уже три. Продолжение следует... Вот так вот мы гуляем по Кракову, заходим на вещевые рынки, и ловим себя на мысли, что вот так гуляют потрясающе, видишь людей. Чем они живут на самом деле в Кракове? Не только каких-то туристов, одних в центре города. Толпы туристов и снобов в Кракове. Мы в центре Кракова, возле костела Мариадского. Толпы туристов. Добрый день. Добрый день. Украинская делегация в Борис. Добрый день. Извините, где ты? Из Ингландии. Многие люди из Ингландии мы сегодня встретим. Они, наверное, этими группами, так теперь Орлия. Ребята. Испания, Испания, Испания. Отвидела этого гида украинского, такая, не, не, щас я вам покажу. Помогает тебе, видишь этим ковшем такой ползти. Такой вот, 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 видишь? Опирается, опирается на ковш, видишь такой? А, да. Да. А, нет, нет. Ты снимал себя. Зато мы увидели его эмоции. А теперь я её перевернул. Да ёлки-палки, это вообще полный фейл, это видео полный фейл. Мы находимся на еврейском кладбище. На Казимеже. Вдохновляющее, я ему сказал, место. Живописное. Живописное, да? Нет, ну просто вдохновляешь. Живописное. Сама локализация. Кладбище очень интересное. Как будто какая-то промзона и тут сразу кладбище находится. Замечательное ещё тем, что все остальные кладбища, вернее, тут есть ещё одно. Оно платное. И на нём надо бабки платить евреям. Он там даже не разрешает даже взглянуть туда. Говорит, деньги давай. А тут бесплатно. 916-й. 896-й. Те, кто хоронил этих людей, уже, наверное, тоже поумирали. Уже пухом, просто линием покрылось. 916-й. Никто сюда практически, да, не забредает. Фух. Спокойно. Правда здесь так спокойно, хорошо, как будто вылезли. Да. Я боюсь, как бы не провалиться в какую-то могилу. Это просто какие-то джунгли, блин. Весь в лабиринте могил. Не знаю, как отсюда выбраться. Напишите в комментариях, как выбраться из еврейского кладбища. Знаете ли вы дорогу отсюда? Бывали вылезли. Может быть, вам знакомая там местность, и вы можете подсказать, какую сторону нас вернули. Смотрите, вообще уже под землей. Тогда я же боюсь, что где-то можно вообще провалиться и все. Разломалась могила, а тут еще одна была, и она конструкцию какую-то такую создала. Сначала этот повалился на камень, потом этот. Эти могилы, они как будто позируют на фото, такие прислонились друг к другу, такие. Хе-хей. Мы будем вместе. Я знаю. Это какой-то красивый мост. Это красивый мост в крах. Какой-то красивый мост. Короче, кто-то обещал, что сделать фото. В смысле? Какие фото сделать? А ты хочешь фотосессию в центре? Я должен поймать, но я не знаю, кто захочет. Ну да. 100 злотых. Да. Аааа, это что-то там надо. Хочется уже на телефоне доработать. Да, вот тут можно, а тут я увидела, если хочешь. Да, давайте пофоткайте его. Кто-то кроме меня, пожалуйста. Кто-то кроме тебя его. Скажешь, пофоткай? Да. Потому что мне меня ждут. Хорошо. Но так, даже если посмотреть, то что тут такого прикольного, в принципе, и так подобается. Да. Это типа центр. И вся такая. Но это не так сильно подобается. Ну давай, когда я его сейчас тут сфоткаю. Замечательно. Так само. Да. Можно так само, в принципе. А сувенеры какие купили? Нет, сегодня ничего не купили. Я даже не знаю, нужно будет купить, но я не знаю, когда. Сейчас люди нападают на эти путешествия так, чтобы, опять же, как соревнования, кто больше проедет километров, кто больше стран увидит, кто больше мест бывает. Лучше посвятить всю свою жизнь на то, чтобы побывать во всех местах мира, в которых ты хочешь быть. Но не делать это как чекпоинт какой-то. Все, я прочел эту книгу, теперь можно ее забыть. Да, качество, ну, что ты узнал в этой поездке лучше, с кем ты познакомился, что ты увидел. Мы находимся на таком мосту, если на нем попрыгать, то идет вибрация, и вот эти вот все... И вот эти все скульптуры начинают тоже шататься. Скульптуры Канатахоцов. Это мост Канатахоцов, нет? Продолжение, а как называется этот мост? Кладка Бернатка. Кладка Бернатка. Кладка Бернатка. А почему так Бернатка? А от кого-то, кто где-то там... Бернатка это название какого-то гостя. И персон? Да, да, я понимаю. Я понимаю. Только не знаю, потому что я недавно журу в Краковой, а как это за гостя. Но Бернатка не на самом деле, что это, что это женщина, а только фаскет. Бернатка. И так, да. Кладка Бернатка, да? И в этот способ. Я попрощаюсь, что это... Не, не, все хорошо. Но потребую несколько фотографий на фасштат. Я думала, что это... Только я не знаю, что стану перед, боком. Как вы хотите. Как вы хотите. Доброе. Так? Бомба! Святее! Ну хорошо. Мне было вас познать. Очень спасибо вам. На самом деле. Ну, тоже спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Да. Тебя не слышно, это значит. Последняя прогулка. Прощай, Краков. Последняя прогулка. Мы нашли 50 злотых в парке. И теперь мы купим себе кушать. И приготовим спагетти со всеми ребятами дома. И будем кушать очень вкусненько. Да. 7 раз. Ну... Такая терапия. 20 занятий. Масаж классный. Итадакимасууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Девчонка. 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 А женщина будет женщина. 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 Сейчас из математики. Целка. Вы знаете, что это по-полосски? Целка. Целка. Что это значит целка по-россейски? Это девчонка, которая есть еще девчонкой. Девчонка. А это целка по-polскому. Дейнградский. По-polски это что означает? Ааа. А как это по-россейски? Может интеграл может быть. Интеграл. Интеграл. А ты никогда не видел Кинза-дза? Такая психоделика. В советском кинематографе это вообще такой фильм особнякомский. Они просто сняли такое что-то. Но это уже было ближе там, наверное, к годам восьмидесятых. Два человека случайно попадают в телепорт и перемещаются на другую планету, где там ходят с колокольчиками на носах. И у них там, например, градация, ну, кто круче, тот носит желтые штаны. И кто самый крутой, тот там малиновые штаны. И это вообще, это был какой-то стёб вообще на социальный уклад. Ребята? ショ布? Ты нам еще помахаешь? Куда у тебя? Ахиarmь! Ахйь! Ахи mutually. Ахиому- 我們 готов! . Женщина вот ли. Гför classe. Чтобы я нашла вам � 살�очка, ябро их телопоза.